Добрый день, возлюбленные о кресте, братья и сестры! Сегодня мы с вами приблизились к одному из самых замечательных праздников – третьему по значимости после праздника Святой Пасхи – Дню Святой Пятидесятницы, Дню Святой Троицы. Но мне хотелось бы немножечко рассказать перед этим еще об одном очень важном и неотъемлемом событии нашей жизни. Накануне Святой Троицы Святая Церковь традиционно отмечает день Троицкой Родительской Субботы, когда мы поминаем тех, кто ушел в мир иной. В нашем церковном круге есть четыре таких субботы. Это вот нынешняя Троицкая Родительская Суббота, это Дмитриевская Родительская Суббота, это суббота, которая бывает накануне дней Великого Поста, накануне Масленицы, это Радоница, которая тоже была относительно недавно. И вот эти четыре таких больших поминальных субботы родительских, они очень важны в жизни каждого из нас, потому что связь Церкви воинствующей земной и торжествующей небесной, она очень и очень тонка. И буквально в Родительскую Субботу мы особенно молимся о тех людях, которые и только что недавно отошли в мир иной, и которые уже, может быть, много лет, к сожалению, нет вместе с нами, но душою они присутствуют рядом, и мы порой чувствуем их присутствие, их заботу, их любовь. И, казалось бы, как при жизни, как родители, они заботились о нас, так и по своей кончине они непрестанно молятся у Бога, чтобы Он помог нам в принятии тех или иных решений, помог нам в нашей жизненной позиции и так далее. И поэтому в Родительскую Субботу мы особенно молились, чтобы Господь услышал наши молитвы, чтобы как бы соединил нас духовно. Я думаю, что действительно в этом кроется огромный духовный смысл, что мы накануне такого великого праздника вспоминаем наших сродников, и поэтому мы особенно молились, молимся и будем молиться о их упокоении, их души. Я думаю, что в этом есть тоже огромная духовная сила и благодать нашей с вами жизни. Но вернемся к празднику Святой Троицы. Когда мы с вами говорили о празднике Вознесения, то когда Господь возносился, то Он дал утешение Своим ученикам и апостолам, что пройдет немного времени, я пошлю другого Учителя, Духа Святаго, который сойдет и укрепит вас на дальнейших путях вашей жизни. И действительно, так оно и получилось. На самом деле, когда ученики были собраны вместе, то как бы Дух Святый в виде огненных языков сошел на учеников и апостолов. И это было действительно в 50-й день по празднике Пасхи. Почему она именуется Пятидесятницей? Таким образом, некогда Бог Отец послал Сына Своего Единородного, чтобы Он искупил весь род человеческий честную Своей кровью. И поэтому Господь был на земле. В 30-летнем возрасте вышел на свое общественное служение. Несмотря на то, что творил многие чудеса, воскрешал мертвых, так сделал, что больные выздоравливали, немые говорили, глухие слышали. Но тем не менее фарисеи из зависти предали Его мучением, а затем и позорной смерти. Но на третий день Господь воскрес. На 40-й вознесся на небо. И на 50-й прислал Господь другого утешителя – Духа Святаго, который сошел в виде огненных языков. И сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник Святой Троицы. И ученики, когда на них сошел Дух Святой, заговорили разными языками. То есть Господь сказал – идите и распространяйте Евангелие, крестящее все языки во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из истории мы с вами знаем, что в большинстве своем ученики были люди не книжные. То есть, как это сейчас модно говорить, не имели они высшего образования. Но по своему благодати и Духу они имели глубокую веру. И, конечно же, они не могли говорить на том наречии, куда были отправлены. Но Дух Святый направил их туда, и они могли свободно общаться с теми народами, куда были посланы. Некоторые из фаризеев смеялись над ними и говорили – смотрите, они напились, видимо, сегодня сладкого вина. И оттого заговорили разными языками. Но если мы сегодня на самом деле возьмем нашу такую человеческую историю, то мы прекрасно понимаем, что если мы не знаем языка, мы знаем тот язык, на котором мы родились, которым мы говорим, но иностранный язык для того, чтобы знать, его надо изучать. А чтобы разговаривать на этом языке, его изучать надо достаточно досконально. И не только нанимать репетиторов, но порой заканчивать то или иное высшее учебное заведение, где даются бы подробные знания о том или ином языке. И поэтому от того, что выпили бы они сладкого вина или горького, или кислого, от этого ничего бы не изменилось. Это просто благодать Святого Духа сошла на них. И они заговорили именно на том наречии, куда Господь сподобил их идти. Это особенно важно, потому что мы с вами должны знать. И мы сегодня тоже говорим, а как бы нам тоже хотелось, чтобы благодать Святого Духа сошла и на нас с вами. Чтобы мы сподобились видеть Господа и слышать Его слова. Дорогие мои, мы тоже имеем такую возможность, потому что, когда мы с вами родились, а большинство ведь из нас приняли таинство крещения, когда еще были в младенческом возрасте, то тогда мы можем вспомнить из тех, может быть, семейных альбомов, фотографий, где мы видели, как совершалось наше таинство крещения. И как благодать Святого Духа подавалась в том числе и каждому из нас. Когда священник помазывал наше чело, то именно, чтобы ум наш был добрым, светлым и естественным. Помазывались наши очи, чтобы они смотрели и видели правду Божию. Вот, помазывались наши нозы, чтобы они вдыхали благодать Божию. Помазывались наши уста, чтобы они говорили правду и благочестие и распространяли веру Христову. Помазывались наши руки, чтобы они делали добрые и хорошие дела. И помазывались наши нозы, чтобы они ходили на путь истины, правды и благочестия. Именно тогда-то благодать Святого Духа сошла и на нас с вами. И когда наши крёстные родители, восприемники, во главе со священником, с крестом, ходили вокруг купели и пели замечательные слова – «Елиться во Христа креститесь, во Христа облекостись». То есть это то, что поётся только на великие и большие праздники, чтобы именно в день нашего с вами крещения, духовного рождения, в жизнь христианина имелось и это песнопение, чтобы мы понимали, что это значит. А значит, это то, что мы стали с вами христианами, и благодать Святого Духа сошла на нас, на каждого из нас. Кроме того, наша задача – сохранить эту благодать, не потерять её. Когда мы, например, перед Евангелием и Крестом, и перед своим духовником исповедуемся в тех или иных наших грехах и прегрешениях, и даём обещание, что мы постараемся избежать в дальнейшем греха, постараемся не осуждать, иметь твёрдую веру, постараемся искренне бороться с нашими пороками и страстями. А разве мы не получаем благодать Духа Святого, когда мы с вами причащаемся святых и христовых тайн, когда мы принимаем тело и кровь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? И в это время важно не только её принять, но сохранить её внутри, в своём сердце, безмятежно, мирно и непорочно. Ведь недаром, когда священник выходит со святыми дарами, то дьякон говорит «со страхом Божиим и верою приступите». Именно об этих замечательных чувствах напоминает нам священнослужитель – со страхом Божиим и с верою. И когда мы это будем принимать, то, безусловно, благодать Святого Духа сойдёт на каждого из нас. Если мы с вами вспомним икону Святой Троицы, то на ней изображены три странника, три человека, и около них наш правотец Авраам, и вдали его супруга Сара. Он внезапно увидел трёх человек, и этих людей он абсолютно не знал, потому что они были действительно странниками, пришельцами. Откуда? Он тоже не знал. Но он решил их принять, потому что верил, что каждый, кто встречается на жизненном пути, он не встречается случайно, но имеет для себя определённый смысл. И вот у Дуба Маврийского он принял этих людей, напоил их, накормил, дал им всё необходимое, и на самом деле сделал так, что как принял самого Господа. И со временем, когда прошло определённое количество времени, он понял, что на самом деле он принял не просто тех трёх странников, но как бы трёх ангелов, а по сути и самого Бога. Вот, дорогие мои, ведь в нашей жизни мы очень часто гнушаемся, откровенно гнушаемся общаться с теми или иными людьми. И вот это пример того, что мы должны иметь общение с каждым. Другой вопрос, что мы иметь, конечно, должны различия и так далее, что мы должны иметь какую-то мудрость и понимание, но самое главное наша мудрость должна то, что мы должны поступать по совести, что мы должны хранить нашу веру. И ведь недаром сказал спаситель – идите и распространяйте Евангелие и увещевайте людей. Эта задача Гандалурия дана не только ученикам и апостолам, но и нам с вами, буквально каждому из нас. Потому что в этом кроется большая духовная сила, когда мы можем тоже проповедовать Святое Евангелие, когда мы тоже можем идти и говорить людям то, к чему они призваны. И причем самым лучшим для этого убеждением будет наш с вами личный пример. Ведь знаете, как в жизни? Мы можем очень много говорить и кому-то призывать, и к чему-то сподвигать, но сами далеко отстоять от этого. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы не только словами, но еще своими поступками, своими делами, своими какими-то определенными достижениями в духовной части тоже бы сподобляли бы людей идти прямо. Поэтому, дорогие мои, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником Святой Пятидесятницы и Святой Троицы. И недаром вот эта неделя, которая будет после Троицы, она будет сплошной, потому что далее уже будет начинаться Петров пост, о котором мы обязательно с вами поговорим при следующей встрече. Но сегодня я от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы Господь хранил и укреплял нас. Желаю, чтобы наши семьи были счастливы и духовно богаты. И чтобы мы использовали тот духовный материал, который сегодня имеет каждый из нас. И та духовная сила всегда поможет и укрепит нас. И действительно, пусть как Господь в видении огненных языков сошел на учеников и апостолов, так благодать Божия будет непременно сходить сегодня на каждого из нас и всех нас вместе. Сердечно желаю вам помощи Божией, благодати, терпения, взаимопонимания, а самое главное – твердой веры в Господа и Иисуса Христа, и в том числе и в Святой Троице, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Аминь. Сердечно благодарю вас за ваше внимание и желаю помощи Божией на вашем жизненном пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин